Ребят, здесь вчера случился обстоятель, по мне вам вчера рассказывал, приехал Лёшка, я его вызвала, потому что я понимаю, что всё, здесь я, ну именно вот в душе, я типа, моё ментальное здоровье подорвано, скажем так. Поэтому Лёшка приехал, он хочет что-то поднять. Ну, парень, мне это на крошке, да. Это, ребят, монопучковая щётка, это классная вещь. Дома, что-то здесь такие щётки. То есть монопучковая щётка, это реально хорошая вещь, потому что она мне очень нужна, особенно в зырках хорошо вычищать, в межзубных промежутках. Это действительно странная вещь. А это, ребят, зубная нитка, но только на палочке, вот на вот такой вот палочке, типа, чтобы вычищать из межзубных промежутков. Как бы, да, вот, чтобы вычищать из межзубных промежутков. Это очень ценно, очень важно, очень-таки нужно. Это... Это... Какой? Со всеми православными праздниками и башками. Открывайся, не переставить. Ну, ещё интересно. Интересный пример, давайте откроем. Что знаете? Так, это брелок, на нём написано Дарья, если вы видите. Так, он, походу... Открывать, нет? Открывайся. Ну, так, открывайся. А как? Ну, ребят, сейчас я соблюсь, можно? Ну, как он открывается? Это, короче, именной брелок, ребята, с молитвой «Отче наш». Видите, здесь вот. Вописано. Я примерно поняла, что это. Единственное, что нужно, чтобы открыть, понять, что это открывается. О, это очень ценная вещь. Это вот сезубные. Видите. Нужная штука. И вот эта, дикая нужная штука, мне. Везде. Да. Всё открылось. О, оно такое, видите, книжечкой такой миниатюрной. Оно здесь начинается. Оно здесь вот листается. Оно на три... На три страни... Ну, где-то вот так. Видите, на три страники. Ну, на три слабочка. Ну, да. И говорится, очень такая классная штука. Вот. Очень шикарная. Очень простая. Простая вещь. Мне нравится. Я её не знаю, на рюкзак, на ключи или куда повешу. А может быть, я вот так сниму и на шею не повешу. Тоже посмотрим, как у меня по настроению пойдёт. Собственно говоря, это уже вопрос такой. Я её ещё схожу в храм освящу, потому что вот здесь и молитовка, то всё-таки нужно, чтобы была освященная. А я не думаю, что на Малдой, если где-то на озоне их освящают, поэтому я ещё схожу и освящу. Видишь, обниму. Лёша себя обнимает. Вот. Ко мне до Лёшки приехал. Ко мне приехал Лёшка. Это радостно. Это очень, ребята, радостно. Так что всем доброе утро, ребят. Всем хорошего дня, будущего, хорошего утра и вообще всего-всего хорошего. Мы с Ксюшкой уже едем в метро, Паша, значит, жди нас. Мы скоро будем, но уже близко. Возвели здесь за выступление, близко. Мы едем в метро. Ребят, Ксюшка решила, Лёшка едет в Лёшку. Вот, и Ксюшка тоже едет. Мы решили выйти погладать немножко по Москве. Это раз. На Тёплый Сдан сейчас едем. Мы с Дехани знакомым, на чаёк. Вот, немножко проверяется. Потому что моё состояние после смерти собаки и... Ну, она верила на другую, так скажем. Нужно немножко провеивать, поэтому... Пойдем так провеиваться, гулять немножко. Надеюсь, что... Надеюсь, что провеимся, и всё будет прекрасно. А Лёшку, мы, короче, найдём Лёшку, с Ксюшкой есть, Ксюшку. Лёшке ещё много дела будут по Москве. Он покажет, что он будет делать, где он будет ходить. Какой красивый местах. А после мы снова соединились. Он позвонит, он нам пойдёт. А мы в гости по своей программе с Ксюшкой зайдём. Такое вот. Я уже в своей жизни первый арбуз ела. Когда мы возле храма, где служит священник с моей фамилией. Скажем так, ну, с совпадением по фамилии. Ела арбуз, когда был, когда был к книгу храма. Была куча священников. Группа Вик на Восток. Ну, кто помнит, кто не помнит, я оставлю здесь, как бы... Оставлю здесь напоминалочку. А теперь это первое за это лето дыня. Что очень классно. Учитывая, что конец лета, это последний день лета. Но когда мы были у храма, ну, пикник у храма. Мы сидели у храма. Ели там арбуз, ели кашу, сосиски. По окончании как раз поста это было. В общем-то, ну, это было очень шикарно. И мне понравилось тогда. Всё, мы сидим в метро. Едем обратно домой. Мы были у знакомого. Я там показывала, что мы немножко делали. В плане, что мы немножко там ели. Да, и сейчас мы едем домой. И зайдем уже в пикерочку. Вот они ели, а я их еще не ел. Да. Вот. И у нас такие тортики взяли. И у нас так и не получилось с Дарюшкой проводить последний летний рассвет. Но... Почему рассвет? О, закат. Вот что делает голод с мозгами мужчины. Он начинает заговариваться и закат вызывает рассвет. Поэтому кормить от моих мужей. И пусть они будут взглядливы. И сейчас, когда мы приедем домой, Дарюшка обязательно накормлю. Я покажу чем. А мы зайдем сейчас пятерочку. Возьмем маленькие сухарики. Вот в дорогу. И поедем обратно в Подольск, с Москвы. Куда, где мы сейчас с Дарюшкой тусуемся. Всем привет, ребят. Я в Москве. Приехал, потому что вчера Дарюшка позвонила и попросила приехать, помочь ей пережить горе, которое случилось в ее семье с ее близким другом. Ну, как скажем. Вот. Я приехал. Сегодня 31 августа. Последний день лета. Я немножко занимаюсь своими делами в Москве. И параллельно буду показывать вам то, на что падает мой взор. То, что меня удивляет. Москва, как обычно, всегда найдет чем удивить. В первую очередь, Москва сегодня удивляет своей погодой. Все-таки 31 августа. Последний день лета. Завтра 1 сентября. Завтра дети пойдут в школу. Завтра начнется осень. А здесь жара, как будто самая макушка лета. Плюс 31 градус показывает ближайший ко мне термометр. Ну, что же, это замечательный последний аккорд лета. 24-го года. Уже через несколько часов наступит последний летний закат этого года. Я надеюсь, что к этому времени мы с Дарюшкой встретимся. И последний раз летом этого года проводим солнце вместе. Ну, а завтра уже осень. Москва, как обычно, удивляет тех, кто пожил немножко за границами МКАДа. И привык к немножко другой обстановке. Вот меня удивил обычный городской Дикси в обычном спальном районе. Ценами на энергетики. Берн больше 130 рублей. Печенье юбилейное, которое стоит в Брянске точно так же по акции 29 рублей. Здесь стоит 50 с лишним. Ну, и не радуют яйца. Вот. Совсем не радуют своими ценами. И это все при том, что... Недавно в новостях сообщили о том, что в скором времени ожидается новое повышение цен. Бедные, бедные москвичи. Ну, и мы тоже, если скоро вернемся в столицу. В магазин я зашел, чтобы найти себе хоть немножко какой-нибудь сладкой, вживительной влаги. Потому что, как я уже говорил, сегодня достаточно жарко. Но, в общем-то, учитывая, что цены меня не порадовали даже на банальную Кока-Колу и на газировку, кстати, тоже. Я выбрал себе вот такую вот непонятную розовую жидкость со вкусом клубничного мохито. Сейчас попробуем, насколько она приятная. Вот. И насколько она утоляет жажду. Жидкость называется мохито фреш. Со вкусом и цветом клубники. Стоит в магазине 104 рубля. Знаете, ребят, довольно вкусно. Довольно вкусно. И действительно, есть легкая кислинка, которая дает ощущение того самого фреша. Не реклама. Но просто нравится. Да. Вполне возможно пару раз за сезон охладиться такой жидкостью. И, кстати, это не энергетик. Многие заметили, что я довольно часто употребляю энергетические напитки. Но вот сегодня мне захотелось чего-то не энергетического, а просто-просто-просто холодного. Мне всегда очень нравилось жить на высоких этажах. Сейчас я вам покажу один домик интересный. Посмотрите. Здесь меня привлекают. Необычные окна до самого пола. И особенно заинтересовали вот эти вот круглые окошечки. Как вы думаете, что за ними? Вероятно, это двухэтажные квартиры или что-то другое. Как вы думаете, что там и кто там живет? Впрочем, наступающая только завтра осень уже весьма заметна на улицах, если хотя бы иногда оглядываться вокруг себя. Она проявляет себя и в желтых сухих листочках, которые то и дело встречаются на тротуаре, и в легких мазках золотой краски, проявляющейся в крованых деревьях. Но самый яркий маркер, прямо индикатор наступающей очереди, это вот такая вот рябина, которая встретилась мне по дороге. Она начинает наливаться, ее ягоды, плоды начинают наливаться красным, что, в общем-то, говорит о том, что уже немного осталось до холодов. И скоро пойдут дожди, я расследую за ними, придут морозы. Добрый вечер, мы приехали из Москвы, мы сейчас немножко занимаемся ужином. Это макароны вот такие вот у нас будут с фаршем. И, ребят, помидоры, такие, знаете, вот не просто помидоры, это помидоры домашние, с грядки, с огорода, именно свежие такие, огородные. Вот, не молодцы салатные, но салат такой вот. Вот, кстати, немножко купили кофейные напитки, потому что... А что покупать? Молоко и напитки это... молоко и кофе это дороговато будет для нас сегодня? А так-то, в принципе, о, тут слава собралась, потому что я, короче, обжариваю здесь сейчас чесночок, болгарский перчик, вот я на макаронки поставила. В общем, делаю стукнуть для нас с лёжкой ужин. Ну, будет просто как оплатка, от варенья макароны, зажарка с паршем. Это всё переколопустим перемешать, а, с кислойкой с сыром перемешать, и можно будет кушать. Ну, и такой лёгкий салатик из домашних помидор, вот очень лёгкий, и из огурчиков, но огурчики не домашние, а огурчики из Дикси. Кстати, когда позавчера купила, какие-то лиловатые, это нравится, не блажно. Они были в упаковке, на развесном вообще какая-то непонятная была, а так-то помидорки, вот они, домашние помидорки. Вот, и в принципе... О, боже, 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 ложка, 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 ложка для замешивания. Вот, и я готовлю просто своего рода макароны по-флотски, да, если это украсить простому. Но так-то, так-то, так-то. Так вот, только макароны по-флотски сейчас могут готовиться, конечно, и с тушёнкой, кстати. Но я буду делать с фаршем домашним, свиньи на говядину, то есть у твоих макаронах простой рецепт, да. Лук, морковка, желательно лук, болгарский перец, чеснок и помидор. Я положу сюда только, молгарский перец и чеснок сейчас, и обжариваю это всё. Сейчас закину сюда фарш, чтобы оно поджаривалось. Ну, я думаю, что будет вкусненько. Всем привет! До конца лета 2024 года остаётся примерно час. Дарюшка, скажи, пожалуйста, что тебе больше запомнило в этом мире? Мне, то, что я была рядом с тобой. Ну, почему тебе важно взять? Потому что я люблю тебя, и я не могу без тебя. Их, иди осень. Какие у тебя планы на осень? Ну, как минимум, хотелось бы, чтобы мы с тобой из той квартиры переехали в какую-нибудь другую, неважно, Брянск, Подольск, Калуга, Ярославль, Улан-Удэ, не хочу. Ой, нет. Кстати, Нижний Новгород. Нижний Новгород, это очень большой и довольно дорогой город. Ну, так у Ярославля тоже квартиры дорогие. Там в Ярославле квартиры от 30-ки начинаются. В 20-ки. В 20-ки, но это дороже чем-то. Ну, так получается, что Брянск, он вот на сегодняшний день самый дешевый. Может быть, Курск еще дешевле, Белгород еще дешевле. Блин, ну я думаю, что это может быть, там увидишь, что ты здесь не раз Белгород. Там Сибирск. А-а-а-а. Нормально город красивый. Я не знаю, я там не знаю. Ну, поехали. Что же мешает? Да, поехали. Там ведро есть, взрослый. Окошки. Ну, приедем к кошкам, покормим их, а поедем на осень. На самом деле, это такой юмор, с моей стороны. Это я... Это я так. Ну, вот. Вы сегодня в ролике видели наших кошек, которые едят на нямках. Сегодняшки ночью, ведь нямки не будет. В лучшем случае, она выйдет у них завтра, но у них есть педа. Вот, они не голодают, у них есть водичка. А туалет иди чистите. Обасрут-то все в курсе, если. А потом... Фи... Лейте. Как вы можете так урадовать? Ну, я же не лейте. Хочешь быть лейте? Нет. Почему? Почему ты не хочешь быть лейтем? Это интересно, кстати. Потому что все-таки красиво быть какой-нибудь такой, я не знаю... Ну, и не... А что плохого будет в том, что у бутилей? Потому что это нужно думать постоянно. Постоянно какие-то всякие непонятные правила, там... Ну, ты мог. Нет, ну, ты выучиваешь эти правила? Ну, ты же... Ты же, когда готовишь, вот у тебя идеально получается готовка. Ты же, когда готовишь, ты же не вспоминаешь, какие правила нарезки лука под конкретный салат. Ты же не вспоминаешь. Ты просто на автомате сделаешь так. Просто один раз запомнил, что ложка в одной руке, вилка в другой. Специально не говорю, в какой. А я не хочу. На самом деле, нож кладется в правую руку, а вилка в левую. Если упростить, затачиваю. Просто я не хочу. А сколько вилок, сколько ножовей при нормальной раскладке? При нормальной сферах кладов? Не знаю. Вот сейчас мы боимся шубиться, но там, по-моему, 4 вилки и 3 вилки. Не могу сказать. У нас, в общем, есть книжка по этике, а то... И что? Ну, и зачитаем. Да почему там? Потому что мы же не все. Хочешь, ты весь мирок наступил? Да. Ну, как нам это поможет? Ну, как? Может, там кто-то волшебный день дает. Как грустный-то, а? А что ж грустный, пожалуйста? Я не хочу, как я делаю пендели. Почему? Не хочу я пендели. Все. Почему? Пендели – это неконструктивно. Ну, смотри сам. Если тебе нужен волшебный пендел, ты только скажи. Я сам тебе мешаю. Как ты думаешь, я справлюсь с даванием тебе волшебных пендели или нет? Ай, не знаю. Ты даже в этом вам не сомневаешься? То есть ты сомневаешься в этом, да? Не, ну, я же не знаю, что ты способен. То есть ты меня не знаешь, да? То есть мы с тобой не знакомы. Все, ребят, завтрашний день мы начинаем со знакомства. Мы будем заново знакомиться. Потому что, как выяснилось сегодня, Дарюшка ничего про меня не знает. На этом мы заканчиваем видео последнего дня, лета 2024 года. До встречи осенью, друзья! Это да. До встречи осенью! До встречи осенью! До встречи осенью! Продолжение следует...